МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Пьяный за рулем преступник". Крылатая фраза советских агитплакатов, к сожалению, до сих пор актуальна. Почему? Об этом мы поговорим с заместителем начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Хакассии Натальей Машканцевой. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Николаевна, скажите, как часто в Хакассии пьяные водители привлекаются к уголовной ответственности? К сожалению, очень часто. Только в 2021 году за преступления, связанные с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, были осуждены более 650 человек. Часть из них получили наказание в виде реального лишения свободы. К сожалению, статистика неумолима. Более семи лет действует статья, предусматривающая наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. И все эти годы мы имеем стабильную статистику по количеству таких лиц. Смотрите, все взрослые люди. Все понимают, что за рулем пить нельзя. Тем не менее, садятся, попадаются. Какие доводы, какие причины приводят задержанные пьяные водители? Доводы разнообразные. И каждый считает, что именно его причина является настолько весомой, что в этот раз позволяет ему обойти закон. Некоторые говорят о том, что срочно понадобилось отвезти ребенка в больницу, срочно купить лекарства заболевшей матери, срочно поехать в магазин за какими-то необходимыми продуктами. Но закон неумолим. Нет никакой причины, позволяющей человеку сесть за руль пьяным. Суд как реагирует на такие, скажем так, причины, доводы? Суд, как правило, слышал эту причину уже не один десяток раз. Поэтому, когда очередной подсудимый, полагая, что его-то причина будет новой и весомой, суда уже на это никак не реагирует. Есть закон, который судами применяется. А какое наказание грозит водителю, севшему пьяным за руль, в случае, если он попадается не в первый раз? Как правило, это лишение свободы. Реальное лишение свободы. В 2021 году санкция этой статьи была еще ужесточена. Если раз, раньше к уголовной ответственности привлекались люди, которые привлекались ранее к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, либо были ранее судимы по этой статье, то сейчас законодатель разделил две эти категории. Те лица, которые привлекаются к уголовной ответственности, имея административную ответственность, они привлекаются по части первой статьи 264 прим. 1, за которую предусмотрено максимальное лишение свободы до двух лет. Если же человек был ранее судим по этой статье, то максимальное лишение свободы до трех лет. А почему государство пошло по пути ужесточения? Необходимость этого есть. Мы сами понимаем, что человек, который сел пьяным за руль, он опасен не только для себя, он опасен для участников дорожного движения. И, к сожалению, даже в республике Хакасии есть громкие случаи, когда нетрезвый водитель стал причиной дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли люди. Вот около года назад всколыхнула республику информация, что пьяный водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, не имея права управления автомобилем, с превышением скорости, игнорируя знаки о проведении дорожных работ, наехал на группу рабочих, которые эти работы производили, в результате чего один человек погиб, второй получил тяжелейшие травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью. Был осужден этот человек, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, взысканы денежные средства на лечение потерпевших, но это наказание, оно не вернет человека, и оно не возместит тот ущерб, который причинен здоровью другого. И обращаясь к водителям, которые решают, ну, в этот раз, может быть, можно мне проехать, я же только до магазина, я же только 100 метров. Подумайте, пожалуйста, об одном, а если что-то случится, как вы будете с этим жить? Как вы будете жить, понимая, что вот эта ваша рюмка водки лишила кого-то жизни? Ситуация, сотрудники, допустим, ГИБДД останавливают машину, у них есть подозрение, что водитель за рулем пьяный, но он отказывается пройти метод свидетельствования. В этом случае ему грозит уголовное преследование? Да, не все водители знают о том, что по российскому законодательству отказ от прохождения медицинского свидетельствования приравнивается к нахождению в состоянии опьянения. И это обстоятельство уже невозможно оспаривать. Как только человек отказался от прохождения медицинского свидетельствования, он становится фигурантом уголовного дела в случае, если он ранее был привлечен к административной ответственности за аналогичное деяние или был судим по статье 264 Прим. Рассмотрим еще одну ситуацию. Водитель за рулем пьяный, и при этом он совершил дорожно-транспортное происшествие. Какова его дальнейшая судьба? Чем это для него обернется? В такой ситуации у водителя при наличии виновного до совершения этого преступления, скорее всего, ему грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям. Он отвечает непосредственно за совершение дорожно-транспортного происшествия, в результате которого лицам был причинен тяжкий вред здоровью или смерть. И он автоматически становится фигурантом уголовного дела по статье 264 Прим Уголовного кодекса за то, что он сел пьяным за руль в случае, если он обладает статусом лица, ранее привлеченным к административной ответственности или был судим по аналогичной статье. И еще хочу сказать об одном моменте. Законодатель предусмотрел еще одно обстоятельство, которое ранее помогало людям уйти от уголовной ответственности именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в Уголовном кодексе Российской Федерации не было квалифицирующего признака, связанного с составлением места дорожно-транспортного происшествия. Многие пьяные водители этим пользовались. Они скрывались с места дорожно-транспортного происшествия, и в тот момент, когда их находили уже сотрудники правоохранительных органов... Извините, был стресс, и я принял. Я выпил. Да, я выпил. Теперь такая возможность устранена законодательно. В случае, если лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия, фактически он несет такую же ответственность в соответствии с санкцией закона, как лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения. Не могли бы один пример привести? От страшных ДТП и ответственность какая наступает? Да, в 2022 году был вынесен приговор Аскизского районного суда. Ситуация ужасающая. Несколько молодых парней всю ночь распивали спиртное, и прошлым летом решили поехать на водоем для того, чтобы искупаться. И тот, который был за рулем, выехал на полосу встречного движения, потому что, видимо, был настолько пьян, что уже не мог следить за дорогой. И его автомобиль столкнулся с автомобилем потерпевших молодых парней, которые утром поехали по работе в другой населенный пункт. И в результате этого дорожно-транспортного происшествия молодой парень, который находился за рулем встречного автомобиля, погиб. И двое других парней, один из которых был в машине потерпевшего, другой в машине подсудимого, они получили тяжкий вред здоровью. Наказание, назначенное судом виновному лицу, составило 6 лет лишения свободы. С него взыскан моральный вред, причиненный преступлением в пользу потерпевших, более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Поэтому я полагаю, что вот это желание пьяным куда-то поехать, оно должно всегда взвешиваться на весах, на другой чаше которых находится жизнь людей. И твоя собственная жизнь, да? Твоя судьба. Твоя судьба, те годы, которые ты можешь провести не рядом со своей семьей, а в местах лишения свободы. Наталья Николаевна, спасибо за крайне познавательную беседу. Спасибо. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова